Познание мира Какая она у тебя? Большая, светлая, уютная, современная, красивая. Сегодня мы с вами выясним, что такое школа и зачем она нужна. Как ты думаешь, почему так говорят? Школа – наш общий дом. Школу действительно можно назвать нашим домом, так как здесь мы проводим значительную часть нашего времени. Здесь мы живем особой школьной жизнью. Школа – это наша большая жизнь. Именно в школе вы учитесь жить среди людей. В школе учат не только наукам, а, наверное, и самому главному – быть человеком. И, конечно, большое значение имеет то, какие люди окружают нас в школе. В доме, как водится, должен быть хозяин. И в нашей школе тоже есть. Кто же этим хозяином является в нашем доме? Его главней в школе нет. И есть у него свой кабинет. Он знает всех учеников помочь и наказать готов. Да, конечно же, это директор. Директор школы. Это ответственная и серьезная профессия, с которой может справиться только образованный и тактичный руководитель. Директор школы руководит работой и школы, и коллектива. Это главное лицо в школе, поэтому он отвечает за организацию в образовательном учреждении, начиная с работы педагогов и заканчивая выполнением обязанностей техническим персоналом. А помогают ему во всем его помощники – заучи, которые контролируют учителей. А теперь давай вспомним вместе, какие есть помещения в школе. Здесь за парками сидим, пишем, слушаем, молчим. Каждый день и каждый час мы учиться ходим в класс. Перемена, класс пустой. Вышли дети все гурьбой. Всюду радость, смех, задор. Вышел класс наш в коридор. Если хочешь умным стать, нужно много книг читать. Чтобы найти все книги века, приходи в библиотеку. Физкультура здесь у нас на уроке целый класс. Кувыркались мы, скакали. Классом всем в спортивном зале. Сюда я иду, чтобы чая попить. И чтобы пирожных сладких купить. Салата отведаю здесь я и плова. Здесь все есть, что хочешь ты. Это столовая. Здесь учитель в перемену ищет классный на журнал. Здесь учитель непременно отдыхает, коль устал. Входа школьникам тут нет. Только лишь на педсовет. Конечно, это учительское. Медицинская сестра на прививку нас вела. Расспросила все про нас. И фамилию, и класс. Нам назад дороги нет. Мы пришли в медкабинет. Ну а теперь я предлагаю выполнить задание. Попробуй сам найти все кабинеты. Все назвал кабинет. А давай проверим, правильно ли ты их назвал. Медицинский кабинет. Класс. Учительская. Библиотека. Столовая. Коридор. Молодец, ты справился с этим заданием. Давай проведем небольшой конкурс. Конкурс на лучшего знатока своей школы. Составь рассказ о своей школе. Ты можешь воспользоваться данными вопросами-помощниками. В каком году была построена ваша школа? Кто возглавляет школу? Знаешь ли ты фамилию, имя, отчество директора? Сколько работает учителей в вашей школе? И сколько учатся учащихся в вашей школе? Какие есть кабинеты в школе, кроме учебных классов? А твои родители в какой школе учились? И как звали их учителей? Как ты думаешь, почему человек должен учиться? Кто еще, кроме учителей, работает в школе, чтобы помогать нам? А теперь обрати внимание на новые слова. Послушай, как они звучат на казахском и русском языках. Окушилар, ученики, пюблс. Катапханашэ, библиотекарь. Лайбрэйон. Дэргер, врач, доктор. Аспасшэ, повар, кёк. Повтори еще раз за мной. Какой ты молодец. На других уроках ты еще узнаешь много о школе. В школе, как и в любом доме, должен быть чистота и порядок. Все, в том числе и ты должен соблюдать порядок и чистоту. В школе есть работники, которые подметают двор, моют полы. И мы должны уважать их труд. Школа нужна, чтобы давать качественное образование. То есть помочь человеку стать хорошим специалистом. Быть полезным своим близким и обществу. На этом наш урок окончен. До новых встреч!